Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяна Молокова. Более 50 дней остается до дня голосования, до дня выборов президента страны. И сегодня мы решили поговорить о том, как идет подготовка к этому дню с председателем Центральной избирательной комиссии Чуваши Александром Цветковым. Александр Иванович, здравствуйте! Добрый день! Александр Иванович, мы уже сказали, что чуть больше 50 дней остается до 18 марта, до дня голосования. Как сейчас идет подготовка? Я бы отметил, что всего 50 дней остается до дня голосования. Поэтому подготовка идет полным ходом. Все вроде по плану, вроде ничего не забываем. Но, тем не менее, дни жаркие, не скучно. Ну и выборы президента страны, они, конечно, отличаются от выборов и глав регионов, и выборов и в Госдуму, и в Государственный совет. Вот в чем главное отличие в вашей работе? На мой взгляд, главное отличие все-таки это в повышенном внимании к этим выборам со стороны всех, без исключения, слоев общества. Вот. И из-за этого внимания возникает и некоторое напряжение в работе. Именно в работе Центральной избирательной комиссии? Не только Центральной избирательной комиссии, я думаю, и в работе и госструктур, и органов местного самоправления, и правоохранительные органы уже напряжены более чем. Поэтому надо успокоиться и проводить эти выборы так, как обычные выборы, как нормальные, где люди приходят и избирают того человека, который будет руководить страной. Ну, выборы президента, они все-таки отличаются. И самое главное отличие, то, что вся основная работа, наверное, сосредоточена в Москве, а не в Чувашии, но не в регионах. Ну, все, что связано с выдвижением кандидатов, безусловно, это да, это в Москве. Но, тем не менее, в регионах тоже хватает работы. Это и подготовка, и обучение, и совершенствование некоторых избирательных процессов. То есть, все это требует внимания. Ну, конечно, вы правы. Все самое интересное и самое активное происходит в Москве. Александр Иванович, ну вот как будет проходить голосование для тех людей, кто хочет, ну, кто по всяким необходимостям уезжает с места постоянного проживания в другой регион выезжает, допустим? Оно будет, голосование будет проходить легко. Так. Это один из слоганов ЦИК России на этих выборах. Голосовать легко. Почему? Действительно, сейчас созданы все условия для того, чтобы избиратель мог легко проголосовать в любой точке, ну, не только нашей страны, но, наверное, и земного шара. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно просто задать себе вопрос, где я в этот день буду находиться и где я захочу проголосовать. И если человек будет находиться не по месту своей регистрации, в другом городе, там, в другом субъекте, то ему просто нужно заранее подойти и написать заявление. Куда подойти? Здесь несколько вариантов. Можно никуда не выходить, можно дома сидеть за компьютером, зайти на единый портал государственных услуг и там в электронном видеозаявление оформить. Есть другой вариант, можно, начиная с 31, это все происходит начиная с 31 января, за 45 дней до дня голосования, прийти в МФЦ, там написать заявление, можно прийти в территориальную комиссию. Причем вовсе не обязательно прийти в МФЦ или там в территориальную комиссию по месту своего жительства. То есть я, например, находясь в Москве, знаю, что буду в день голосования в Казани, а зарегистрирован в Чебоксарах. Я в Москве могу зайти в любой МФЦ, в любую территориальную комиссию, там оформить это заявление. И вот наша задача, задача системы избирательной комиссии, обеспечить вот этот обмен, информационный обмен, чтобы то заявление, та информация, которая содержится в этом заявлении, поданном в Москве, она дошла и в Казань, и в Чебоксары. И чтобы из одного списка избирателей исключили, а в другой включили. Сколько территориальных избирательных комиссий у нас будет создано? Сколько участков будут работать 18 марта? Мы ничего создавать не будем, потому что все это у нас уже создано давно. Это постоянно действующие образования. 28 тиков работают в Чувашской республике. И у нас 1162 постоянно действующих избирательных участков со своими комиссиями. И вот на прошлой неделе сформировано еще 15 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей. То есть там, где нет постоянного контингента, он постоянно меняется. Это два следственных изолятора и 13 больниц крупных. И избирательные участки, и вот там, где нет постоянно действующих, да, и стационарные, там, где мы привыкли всегда по месту прописки приходить голосовать, они все будут работать 18 марта с 8 утра до 8 вечера? Ну да, традиционно, как обычно. Александр Иванович, но это ведь не первая избирательная комиссия, в том числе и по выборам президента страны в вашей карьере, скажем так, да? Члены избирательной комиссии в должности председателя Центральной избирательной комиссии. Даже в должности председателя не первая. Да, вы уже опытный в этом смысле боец. Как сейчас ведут себя штабы кандидатов в президенты? Вообще, есть ли какие-либо нарушения в Чувашии замечены? Какие-то жалобы подаются? Штабы ведут себя нормально, достаточно предсказуемо. У нас засветились практически все основные кандидаты, которые выдвинуты на этих выборах. У нас два кандидата уже зарегистрированы. Это представители КПРФ и ЛДПР. Кроме этого, ряд кандидатов собирали подписи в свою поддержку. На сегодняшний день уже практически все они сбор подписей завершили. И готовятся, обрабатывают эти подписные листы для того, чтобы представить подписи в ЦИК России. Президент у нас избирается на 5 лет в России, на 6 лет в Российской Федерации. На 6 лет, да. Сейчас мы выбираем наш 6-летний срок. И выборы состоятся 18 марта с 8 до 20. И, наверное, избиратели получат какие-то приглашения? Начиная с 1 февраля уже будет развернута такая широкомасштабная информационная работа. Выбор проводить вообще несложно. Тут три основные задачи. Первая задача сделать так, чтобы избиратель знал о том, что будут проходить выборы, когда они будут проходить, какие выборы. Вторая задача, она чуть сложнее, но тоже, в принципе, достижима. Сделать так, чтобы избиратель захотел прийти на выборы. Сам захотел. Без какого-либо давления на него. Ну и третья задача. Это уже финальная, чтобы избиратель пришел. Пришел и тайно, опять-таки, без какого-либо контроля сделал свой выбор, поставил галочку в избирательном бюллетене. Ну а избирательная комиссия всех уровней должны все эти галочки, другие отметки очень точно, скрупулезно посчитать и выдать на гора тот результат, который абсолютно будет соответствовать волеизъявлению избирателей того или иного, допустим, населенного пункта, района, города, республики, страны в целом. Ну и для вас, наверное, главная цифра, ради которой вы работаете, это явка избирателей. Какая будет явка по вашему прогнозу? Явка, безусловно, очень важна. Для избирательных комиссий это один из основных базовых показателей. То есть можно сделать все, что положено по закону, а избиратель на выборы не придет. И такая комиссия, ну как бы отметить работу в лучшую сторону, такой комиссии, на мой взгляд, не представляется возможным. Соответственно, я считаю, что избирательные комиссии заинтересованы высокой явке, но явка должна быть объективная. Нельзя избирателя заставлять идти на выборы, потому что это право, гарантированное Конституцией. Избиратель сам решает, идти ему или нет, за кого ему голосовать. У нас традиционно во все последние избирательные кампании была достаточно высокая явка. На выборах 5 лет назад, это вот одинаково такие же однородные выборы, выбор президента Российской Федерации, мы по явке вошли в десятку лучших субъектов в Российской Федерации. И, честно говоря, на сегодняшний день я не вижу предпосылок, чтобы у нас активность избирателей была ниже. Спасибо большое, Александр Иванович. А я напомню, что сегодня о предстоящих 18 марта выборах президента страны мы говорили с председателем Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики Александром Цветковым. Спасибо за внимание. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА